всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня в работе у меня вот такие ручки но тут конечно ужас покрытие цветной а клиентка сама себе сняла каким-то образом есть ногти где покрытие нет и на тех ногтях видны такие хорошие отслоения ногтя от ногтевого ложа то есть онихолизис он травматического характера не из-за каких-то заболеваний грибковых или каких-то еще и клиентка сказала естественно что ей ногти нужно покрывать и донаращивать я объяснила ей все последствия чем все может для нее обернуться она сказала ничего не будет давай покрывать знаю свой предыдущий опыт по работе с такими руками уверена что будут комментарии типа ничего здесь нельзя покрывать трогать ни в коем случае ничего нельзя таких клиентов нужно так отпускать ничего не делать но на самом деле я прекрасно знаю что если не сделаю ей я она пойдет к другому мастер то есть если клиент привык к покрытию на ногтях привыкла к длинным ногтям и она уже решила их себе делать то ее ничего не остановит поэтому я взялась за работу знаю что я хотя бы сделаю это грамотно они куда-нибудь она там пойдет на ногти мизинца вообще какой-то ужас здесь трещина и трещина именно и в натуральном ногте а вот эти вот все ногти над пустотой нужно обрезать делаю я это кусачками делаю я это не спеша аккуратный миллиметрик за миллиметриком срезаю ноготь над пустотой аккуратненько завожу полотна кусачек под ноготь и верхнем верхней части прижимаю и срезаем участочек если кажется что я тут что-то где-то быстро дело на самом деле я очень аккуратничаю и работаю очень медленно далее фрезой я дорабатываю убираю ноготь над пустотой который уже не удается подцепить кусачками также работаю очень аккуратно клиенту не горячо никаких дискомфортных ощущений я не доставляю это видно так бы на руку убрала здесь я еще раз рассказываю что ноготь остался совсем маленький если я буду наращивать ту длину которая у нее сейчас есть то я полусь по сути сделаю еще три таких ногтевых ложек то есть две части ногтевых ложек будет просто на весу и вот это вот одна часть ноготочка но она просто не сможет удержать и она согласилась немного убрать длину что тоже плюс в этой ситуации далее я опилила ноготочки убрала глянец отрожь части ногтевой пластины с ногтей поломанных полностью брала глянец поверхности придала форму овал остальным уцелевшим ногтям и по тальку я выполняю маникюр руки очень влажные я вот их держу перчатками я прям через перчатки чувствую как они начинают потеть не знаю почему они прям горячие и начинают потеть ну вот такое свойство организма ничего не поделать тальк отлично помогает справиться с этой бедой ножничками убираю антикутикулы и фрезой шар теперь зашлифовывать сначала убираю эти вот остатки ногтя который мне не удалось убрать кусачками и фрезой твердосплавной дочищаю фрезой шар и вычищаю всю грязьку которая забилась фрезой шар это очень удобно делать по моему это самая удобная фреза для этих целей ну и также этой фрезой я зашлифовываю культикул убираю мелкие заусенчики которые остались после ножничек ну и шлифую непосредственно срез убираю пыль на все это у меня ушло 56 минут далее покрытие на нашу грунтовочный слой каучуковой базы конечно же маэстро нелс от космопрофи на таких поврежденных ногтях нужно использовать только качественные материалы в носке которых я уверена но если она не стукнется опять где-нибудь руками я вот опять такое не произойдет ноготь мизинцы покрывают точно так же как и все остальные далее мне нужен гель оттенок cover очень красивый натуральный оттенок наращиваем ногти которые поломаны с помощью верхних форм прикладываю форму и лампой фиксирую как только все остается становится неподвижным отправляем в лампу досушиваться таким образом нужно все остальные ноготочки нарастить теперь снимаем форму и эти ногти нужно опилить во первых выровнять по длине с остальными ногтями и убрать ступеньку материала который вылез у кутикулы с опытом эта ступенька становится все меньше и меньше и материала практически нет вот как такого прям вылезшего чтобы была прям такая конкретная ступенька но все равно нужно проходить фрезой сравнивать потому что потом при укрепляющем слое может быть через тонкий слой кутикулы вылазить это кути это ступенька и потом при покрытии тоже будет причинять дискомфорт далее пилочкой придаю форму свободному краю и теперь укрепляющий слой этим же гелем замечательный гель мая страны очень красивый натуральный оттенок он бежево-розовый подходит под все типы рук под все оттенки рук так что очень рекомендую и в работе и в носке гель от космопрофи просто замечательно несмотря какую бы в линейку не выбрали вам эти гели однозначно понравится переворачиваю руку ногтям вниз далее немножко поправляю распределяю материал и отправляю в лампу собственно таким образом нужно сделать укрепление на всех ногтях и на тех которые уцелели и на тех которые мы нарастили ставлю капельку материала подвожу ее кутикуле и далее стягиваю материал к свободному краю сводя его к минимуму у нас здесь так на свободном крае твердый материал поэтому прям совсем тоненький слой на вторым ложу этот гель тоненькой кисточкой выравниваю кутикулы по бокам и все собственно ногти готовы убираю липкий слой и теперь нужен небольшой опил выравниваю ногти по бокам убираю не наплыва небольшие которые образовались из-за геля и также прохожу пилочкой по торцу выравниваю его вот именно после укрепления геля я до выравниваю торец и мне кажется что так ногти смотрится более ровно час 38 минут на этом этапе мы потратили ну и теперь самое самое страшное что сегодня мне принесла клиентка пострашнее даже чем те ногти которые были это дизайн дизайн здесь ну очень долгий здесь градиент вертикальный на всех пальцах причем разными цвета хорошо что у космо профи огромная палитра цветней гель-лаков оттенки подобрали для этого дизайна без проблем ссылку на интернет магазин космо профи оставили вас в описании под видео и там же будет промо код от меня для вас на дополнительную скидку в целых 20 процентов на одном ногте будет градиент из черного в белый я эту работу уже выкладывала вернее только дизайн показывала на своем втором канале и там начали писать что работа выполнена неаккуратно можно было бы постараться но я не знаю как работают другие мастера но я конечно же каждую работу свою стараюсь сделать максимально аккуратно но бывают вот такие работы когда клиенты приносят дизайны хотя прекрасно знают что у меня ограничено время я каждой клиентке говорю если ты ко мне хочешь ходить пока ты должна принимать мои условия мне маленький ребенок и время ограничено на маникюр я стараюсь выполнить работу пока он спит но и здесь соответственно я понимаю что здесь работы еще очень много у меня ребенок вот-вот должен проснуться и естественно такая спешкой ну никак не выливается в пользу аккуратности маникюра поэтому немного работу работу просто обычная стандартная мастера на потоке которые работают на время здесь она еще захотела френч теми же цветами только в обратном порядке то есть вот этот обычный вот этот вернее трендовый дизайн который в моде последнее время когда ногтевое ложе вертикальным градиентом а френч противоположными цветами тоже вертикальным градиентом но и плюс еще она и захотела вот этот трендовый мультяшный комиксовый дизайн где ноготь обведен черным цветом а это тоже такое достаточно долгое мероприятие нужно же не просто так обвести все равно же хочется более менее ровно но в общем дизайн сегодня вернее не сегодня когда я выполняет эту работу она мне как показала фото у меня сразу все упало можно сказать ну но клиентка захотела я ее предупредила времени она сказала да делаем также делаю блики белым цветом и подмешиваю в белый цвет черный чтобы сделать серый и этим серым делаю блик в другую сторону и наконец-таки перекрываю все ногти глаз топом от космо профи очень люблю этот топ дает очень красивый глянец который максимально долго носится ну конечно же за тем исключением если им не царапать какие-нибудь сковородки за три часа девять минут выполнили эту работу и вот так вот выглядят ее ногти кстати работают и делали недели две или три может даже назад не знаю время так быстро летит у меня бывает клиентка записывается думали ну чего ты пишешь мы все две недели назад сделали ногти оказывается прошло четыре недели бывает такое у вас пишите в комментарии ссылка на космо профи в описании под видео у меня вот такая работа получить ярко сочно но новый необычный дизайн все как любит это клиент напоминаю ссылка на космо профи в описании под видео спасибо что были со мной до конца всего доброго хорошего дня